Но пока что покупаем, все равно покупаем. Давайте нам пояснить военно-политический эксперт Алекс Векслер. Алекс, добрый день. Добрый день. Все настолько серьезно? Ну, я попытаюсь, так сказать, объяснить, что происходит. Я думаю, что действительно серьезно. Хотя, в общем-то, если Иран будет умен, он должен будет выпустить немножко пару. И, так сказать, поменьше говорить о том, что у нас осталось жить считанные дни, считанные часы или считанные месяцы. Потому что мы реагируем на то, что нам говорят. И не только говорят, но и делают. Все те удары, которые Иран производит за последние два месяца по окружающим его странам. И потом, так сказать, неучастие Америки во всех делах и так далее, и так далее. Сегодня, я должен сказать так, когда стало ясно, что попытка встречи президента США Дональда Трампом в Нью-Йорке с президентом Ираном Рухани провалилась. В Тагеране прекрасно понимают, а люди там умные. Таким образом провалились все их попытки Исламской Республики ослабить давление на нее американских санкций. Более того, санкции усилятся и коснутся, скажем, насколько мне известно, судовых компаний, включая китайских, которые пытаются обойти эмбарго на иранскую нефть. В такой ситуации иранским Аятулам становится ясно, что единственная дорога, открытая перед ними, это возвращение к военным действиям, к боевым операциям, на примере атаки крылатых ракет и беспилотников боевых по нефтяным объектам Саудовской Аравии, которая была 14 сентября. Иран не скрывает и говорит в открытую, как устами лидера Хизбаллы Хасралана, так и через свои средства массовой информации иранские, что военный удар после Саудии будет нанесен в первую очередь по Арабским Эмиратам и в первую очередь по нефтяным объектам Абудаби, в Иране также знают, что американский президент Дональд Трамп не готов применить военную силу против Тегерана и таком образом перед ними открыт путь наносить удары по своим противникам в удобное для них время. В Израиле, где, кстати, общественное мнение мы с вами хорошо знаем из средств массовой информации, занятые или формированием правительства, или новыми выборами, третьими за последний год. Война в Персидском заливе для многих выглядит далекой, туманной, но надо сказать, что для наших генералов, для нашего генерального штаба, тех, которые сидят на форуме генштаба, война выглядит очень близкой, вполне связаемой, и на это существует, по крайней мере, две причины, я сейчас расскажу о них. Ни один военный или разведывательный источник в Израиле не может обязаться, что иранский удар будет нанесен только по Абудабе или Нефтяным Эмиратам, а не по Израиле. По этой причине, именно по этой причине, в нашей армии готовятся в последние дни к атаке иранских крылатых ракет и боевых пилотников, беспилотников, которые могут прилететь с разных сторон и ударить по нашим израильским стратегическим объектам. Эти ракеты могут прилететь, господин Гурре, из Ирана, из Ирака, из Сирии, из Ливана, из Газы. Вторая причина. Нашим генералам ясно и известно, что даже в том случае, если атакуют в первую очередь нефтяные Эмираты, они не откажутся от опции атаковать также Израиль, потому что при отсутствии американского военного ответа на атаки Ирана перед Тагераном открыты возможности попробовать сломать существующую, надо сказать, военно-разведывательную ось в Персидском или Арабском заливе. Это смотря кто говорит. Если говорят арабы, это Арабский залив. Эта ось сегодня осуществляет, проходит через три государства. Через Азлудовскую Аравию, через Арабские Эмираты и через Израиль. И если мы не всегда об этом знаем подробности, надо сказать, что эта военно-разведывательная ось существует. Израильские специалисты считают, что Иран не откажется от этой возможности сломать эту ось, которая... на них упала с неба возможность. Вдруг американцы, так сказать, берут свои руки и не оказывают никакого сопротивления. Принимаю внимание вот это вот безразличие Вашингтона и отсутствие боевого духа у Трампа, который я, в общем-то, понимаю, потому что он уже в эти дни вступил в свою... в последний год своей первой каденции. Ровно через год и месяц у него будут выборы. И он должен выполнить свои лозунги, о которых он говорил. «America first» и «America great again». Он должен перед своими избирателями показать, что все это приобретает особый смысл для его избирателей, который... он должен показать, что он выполняет все предвыборные обязательства. Америка не ведет ненужных войн и не тратит ненужных денег за рубежом. Принимаю во внимание все, так сказать, вышеизложенное. Военно-политическое руководство Израиля в последние дни серьезно рассматривает вопрос, необходимо ли Израилю инициировать предупредительный военный удар по иранским стратегическим объектам, прежде чем иранцы нанесут удар по нефтяным княжествам и после них по Израилю, потому что четко рассчитано, что это может быть и так. Или же подождать, пока иранцы атакуют нефтяные княжества, потому что ждать, пока иранцы атакуют нас мы не можем, но так или иначе все это понятно, что приведет к крупновасштабной региональной войне. Хочу привести, господин Гурерия, несколько цифр, которые теоретически известны всем, а практически над ними не задумывается. Иран по своей территории 1 648 000 километров, то есть он в 75 раз больше территории Израиля. По количеству населения Иран больше нашего населения в 9 раз. Но дело в том, уважаемые, что речь не идет только о территории Ирана. Ракеты будут лететь к нам и из Ирака, и из Сирии, и от Хизбаллы, и из Ливана, и из Газы. То есть территории, которая превышает нашу территорию больше, чем в 100 раз. И нам придется отвечать по объектам на всех этих громадных площадях. Таким образом, нанесение ударов ракетам и с разных сторон по стратегическим объектам такой маленькой страны, как Израиль, даже с применением не совсем точного и конфиденциального оружия, может привести к очень тяжелым или тяжелейшим последствиям. Выступая три дня тому назад, 10 октября, в четверг, на дне памяти жертв, погибших в Октябрьскую войну 1973 года, а сейчас у нас как раз, так сказать, мы находимся в один какой-то пятый, нет, шестой день, так сказать, Октябрьской войны 1973 года, наш премьер-министр заговорил о том, что мы на этапе принятия решений по поводу превентивной войны против Ирана, целью которой является предотвратить ракетную атаку Ирана по нашим стратегическим объектам, как это было сделано Тагераном по нефтедобывающим объектам Саудовской Аравии, по ее нефтеперегонным крупнейшим заводам 14-го числа сентября. Это был тот очень редкий случай, господин Гуририя, когда глава правительства открыто и официально заявил о возможности того, что Израиль не будет ждать иранской ракетной атаки, а предпринят предупреждающую атаку по иранским ракетным базам, когда по сообщениям разведки нам станет известно, что проводятся последние приготовления на этих базах для запуска в ракет в сторону Израиля. Как видно, у нас есть такая возможность, так как у нас была такая возможность за последние месяцы, когда мы знали о вылете из Тагеранского аэропорта, включая снимки в самолете террористической группы, которая должна была запустить беспилотники с юга Сирии в нашу сторону. Они в течение часов после их приземления были уничтожены в их вилле, в одном из городков на юге Сирии. И, как видно, у нас есть такого рода разведывательные возможности вовремя получить сигнал, что в нашу сторону готовы лететь ракеты. Алекс, я вас перебью, извините, но, по-моему, все-таки ситуация несколько странная. Дело в том, что если хотят нанести превентивный удар, то об этом не кричат на всех углах, а наносят. А когда о нем начинают кричать на всех углах, то, скорее всего, этот удар нанесен не будет, а это именно вот такое предупреждение врагу, вот там, как говорится, 101-е последнее китайское предупреждение, потому что чего бы иначе. То есть, типа, он дает им возможность подготовиться, говорит, господа, я вас вот должен атаковать в такое-то время, пожалуйста, приготовьтесь. Но это как-то нелогично. Смотрите, это нелогично, но об этом рассуждают как в генеральном штабе, так и наш премьер-министр на официальных выступлениях. Тем не менее, не исключено, что это хорошо продуманная такого рода операция, которая дает возможность иранцам задуматься, подумать о том, что происходит, потому что, вероятнее всего, мы можем знать о запуске ракет в нашу сторону с иранских и проиранских, скажем, в Ираке или в Сирии объектов за считанные, так сказать, минуты до того, как это произойдет, потому что уже было не раз и не два доказано, что мы точно знали от всякого рода применяемых операций. Поэтому, когда мы говорим о превентивной атаке, тем не менее, мы хорошо понимаем, что это начало широкомасштабной ракетной войны с Ираном, в результате которой пострадают многие стратегические объекты, как у нас, так и с их стороны. Ясно еще, господин Гуррия, что это не будет короткая война, она вполне возможно продлиться недели или даже месяцы она может продолжаться. И если до сих пор в Израиле опасались ракетного удара со стороны Хизбаллы, то война с Ираном означает войну не только с Хизбаллой из Ливана, но и с шиитскими милициями и в Ираке, и в Сирии, и с Хамасом, и с Жирадом Гази. Поэтому, если наше военное политическое руководство берет на себя такого рода ответственность, когда заявляет о возможности нанесения примитивного удара, я очень надеюсь, что это очень хорошо, так сказать, продумано, очень хорошо просчитано и будет иметь свои соответствующие выводы. Вы знаете, почему это было сказано вот в эти дни, в дни, когда мы отмечаем очередную годовщину Октябрьской войны? Почему все эти мысли... Но, допустим, Октябрьская война – это война Судного дня. Да, Октябрьская война. Почему это было высказано мысли на церемонии памяти воинов, погибших в войну Судного дня? Я думаю, что это не случайно. Мы не хотим попасть в ситуацию, в которой мы уже находились в первые дни войны 1973 года, когда у нас была возможность нанесения превентивного удара по Египту и по Сирии, но мы этого не сделали. Да, боялись, что скажет Европа, боялись, что скажет Америка. И из-за этого как бы упустили время. В данной ситуации мы можем бояться, но это нам не поможет, потому что нанесение удара по такой маленькой стране, как мы, которые в 75 раз меньше Ирана и больше, чем в сотню раз меньше тех стран, из которых будут лететь в нашу сторону ракеты, может означать для нас слишком серьезные последствия, а мы в это, так сказать, играться не будем. Алекс, а не может быть ситуация, что вот этот примитивный удар затеян, если он состоится, еще и с другой целью, для того, чтобы разбудить Трампа, потому что если начнется действительно, не дай бог, конечно, настоящая война, то Трамп не сможет отсидеться. То есть его избиратели и Конгресс, и евангелисты, с которыми он очень тесно связан, они ему просто не позволят отсидеться. То есть он будет вынужден принять участие тоже. Дело в том, что как раз не евреи, а евангелисты. Да, разумеется. Сражают против вывода небольших сил американских из севера Сирии. Все уже видят, к чему это привело. Там идет полномасштабная война, и турки прессуют своих непримиримых врагов курдов, по чем свет стоит. Вы знаете, у нас с Америкой очень близкие теплые отношения, особенно с нынешним президентом. Тем не менее, мы никогда не можем знать, что и как произойдет. Потому что помощь в 1973 году, когда был воздушный мост открыт к нам, это уже было во второй половине Октябрьской войны, когда мы уже фактически форсировали Суэцкий канал. То есть нам очень сильно помогли американцы, но спасибо им. Но опять это не было в первые трагические дни. Поэтому мы не можем рассчитывать на их помощь, мы можем рассчитывать только на себя и только на свои силы. И надо сказать, что сегодня у нас несравненно больше сил со всех точек зрения, чем было там 40 с лишним лет назад. О чем, кстати, сказал премьер-министр, сказал, что мы готовы к любым трудностям, любым опасностям, и мы, так сказать, полностью готовы себя защитить. Но тем не менее, речь шла о возможности превентильного удара. И все это неспроста, потому что обстановка, в которой мы находимся после ухода американцев из этого района, после крупномасштабной войны, которую начала Турция, кстати, вопреки и Америке, и Ирану, и Российской Федерации, которая возражает против вторжения турецких войск на территории Сирии. Может быть, даже все эти заявления связаны с учетом турецкого вторжения на север Сирии, что это отвлекает каким-то образом. Тоже какие-то государства, они все этим доволен. Может быть, и это было продумано. Так или иначе, люди, которые говорят о превентивном ударе, они, я очень надеюсь, что продумали все возможности, все варианты, потому что нормальное государство, такое маленькое, как мы, с ударом от государств, который в сто с лишним раз превышает нас, вряд ли бы справилось, так сказать. Поэтому речь идет о превентивном ударе. Но будем надеяться, что все поумнеют, и ничего подобного не произойдет, хотя в нашей ситуации нужно быть готовым ко всему. Ну, насчет того, что все поумнеют, в это слабо верится? Надеются. Да. Алекс, но вот вы затронули тему вывода американских войск из Афганистана, но в свое время... Из Афганистана. Ой, Афганистан, извините, пожалуйста, из Сирии, конечно. Да. И в свое время было пояснение, что на самом деле речь идет там о нескольких сотнях солдат, то есть там не какие-то многотысячные корпуса были. И, кроме всего прочего, тогдашний министр обороны Соединенных Штатов заявил, что вообще о чем разговор? У нас тут стоит один флот, стоит второй флот. И, в принципе, время подлета в случае необходимости составляет буквально несколько минут. Поэтому мы как бы никуда не ушли. Мы остались. Мы просто убрали своих солдат, но присутствие осталось. И в то же время все говорят о том, что вот американцы бросили курдов и полностью ушли из Сирии. Смотрите, как говорил американский президент, и здесь я его не совсем понял, его юмор. Они не участвовали в высадке в Нормандии, но они единственная боевая сила, которая воевала с ИГИЛом, единственная боевая сила, которая держит в своих сюрмах на севере Сирии, 70 тысяч пленных ИГИЛовцев. Куда денутся эти 70 тысяч, когда курды побегут под налетами, так сказать, турецкой авиации? Америка ничего не может принять против Турции. Турция — это член НАТО. Турция воюет на американских самолетах. Вообще Эрдуган ведет себя откровенно, не дружески по отношению к своим, так сказать, партнерам по НАТО. Но у него есть своя задача, потому что, как видно, он не видит никого более страшного, чем курды, которые серьезно угрожают его империи. Тем не менее, конечно, то, что проделали американцы, я вам скажу более того, речь даже не шла о сотнях военнослужащих, может, речь шла только о ста военнослужащих. Но само по себе присутствие этих военнослужащих, здесь 30 человек, здесь 40 человек, здесь 50 человек, в этом районе давало возможность, никому не давало возможность атаковывать эти курдские города с воздуха. То есть американцы все воздерживались от того, чтобы так или иначе были где-то задеты американцы. Сейчас такая возможность отсутствует, и Турция продолжает широкое наступление, хотя надо сказать, что достаточно ограниченными силами, потому что теми силами, которыми она воюет сегодня, авиация серьезно работает, она не может взять эти города, которые на севере Сирии, в которых находятся курды, потому что пока что очень ограниченные действуют наземные сухопутные подразделения, но цель, которая стоит перед Арт-Бугадом, 30-километровая зона вдоль всей границы Сирии, которая простирается на сотни километров, и он об этой цели говорит день и ночь, при полной, почти полной поддержке своего населения, кроме, конечно, курдского населения, говорит и выполняет, так сказать, то, что он обещал своему народу. Он тоже выполняет, кстати. Он обещал, что он будет держать эту 30-километровую в глубину разделительную базу, линию, которая создана против террора. Но террористами он считает не игиловцев, а курдов. — Ну что, спасибо большое, Алекс Векслер. Прогнозы, честно говоря, невеселые. Даже страшно подумать, что может начаться, если эти ваши прогнозы, точнее, не ваши, а прогнозы Генерального штаба начнут сбываться. Очень надеюсь, что все-таки удастся каким-то образом предотвратить, потому что скучно не будет, скажем так. Спасибо. Всего доброго. — Дорогие друзья, с нами на связи из Иерусалима был военнопаритический эксперт Алекс Векслер. Всего доброго.